Турнир собрал более 250 участников из 11 стран со всех континентов. Австралии, Канады, Китая, Индии, Турции, Замбии, Колумбии, Польши, Словакии, Казахстана, городов Луганска и Донецка, а также России. Условия соревнований были максимально приближены к реальности. Практику спасательных работ, в том числе тушение подземных пожаров и оказание первой помощи пострадавшим, горноспасатели демонстрировали в условиях реального горнодобывающего предприятия Урала. Мы начали свое соревнование с теорией, механик наш выступил в личном зачете, виртуальная реальность, потом разведка, разведка, пожар, этап оказания первой помощи и горноспасательная эстафета. Тактику работы команда выбирали по своему усмотрению. К примеру, членов команды шахты Рубана у каждого свои обязанности и свой участок, за который он отвечает. Навыки буквально доведены до автоматизма. Такая стратегия уже неоднократно приносила победу отделению. Все были этапы довольно-таки сложные и самое трудное, по крайней мере для меня, было просто собраться с мыслями и ориентироваться по ситуации. То есть много вещей есть наработанных, но много вещей, которых мы не сталкивались или даже не думали о них. И организаторам спасибо за это, что сделали интересные соревнования, на которых можно было проявить смекалку, какую-то сообразительность. И трудно было совладать именно с собой. Кстати, Саша работает в угольной отрасли у Василия Потапенко 6 лет. Из них 4 года участвует в соревнованиях ВГК, которые ежегодно проходят в компании СОЭК. Образ жизни, общение дополнительное, саморазвитие какое-то, это даже не вредит тому, что работе в шахте. Потому что те знания, которые мы приобретаем в ходе этих соревнований или тренировок, они пригождаются. Победа в соревнованиях такого уровня – серьезная проверка и испытания для каждого. Сильными сторонами своего отделения Василий считает профподготовку, выносливость и сплоченность коллектива. Теперь предстоит серьезная работа над ошибками. А следующие международные горно-спасательные соревнования пройдут в 2020 году в Колумбии.